Сегодня у нас 15 августа 2017 года, вот, к нам подъезжает сейчас. Где она? Рами? Добрый день! Добрый день! Добрый день! Мы можем хоть и здесь, здравствуйте. Нет, здравствуйте. Добрый день. На улице? Да. Батюшка на полу. Мы, наверное, вас отвлекаем от работы. Да ну и что сделаешь, а вы же не каждый день бываете тут. Все оставили, пришли. Дома она, наверное. Здравствуйте. Добрый день. Ваша как фамилия? Белоносов. Белоносов. А у вас здесь предцы не жили потеряющие? Дед там? Нет. Отец не родился? Нет. У нас Белоносовы жили, они на продюсанте. Здравствуйте. Добрый день. Нет. Нет. А вы где? Родители у меня сейчас живут в Гришинске. Это тоже Мамонторский район. А сами родители, мама с Ирмачихи, а папа с Островного. То есть все в Мамонторского района. Фамилия-то Белоносов. Я думал, что у нас был Белоносов или нет? Нет. Фамилия-то Потеряйская. Ну да. Белоносов. Он был Леонид. Это, наверное, Марина Ивановна жили, которые уехали. Сын у него Борис был. Сын Сергей? Был Борис. У них сын был. Нет. Не было таких. Здравствуйте. 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 Ну как? Белоносовы были. Были Белоносовы. Татьяна там была Белоносова. Я этих уже не знаю. Молодых я уже не знаю. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодые люди. Молодые люди. Добрый день. Не надо. Что подошло? Нет? Нет? Это мало народу. Несознательное у нас. Рабочие люди. Они работают. Рабочие, что там. Они думают потом спросят. Это мы вас от работы отвлекаем. А Устиновый Андрей, ты, наверное, не знаешь? Они знают, знают, да. Но они только приехали, они были брехи. Добрый день. Можно начать? Давайте, давайте. По какому вопросу нас пригласили. Марина Ивановна, будешь слово какой-то от администрации? Конечно, я начинаю. Меня уже отправили, все. Ну, давайте тогда я начну. Меня звать Белоносов Сергей Борисович. Может быть, вы помните, знаете, работал я два с половиной года, начинал работать главой администрации села Корчино. Это был 12-й, 12-й, 13-й, 14-й год. На сегодняшний день, вы знаете, что пост главы администрации Корчинского сельского совета Агейкин, Анатолий Николаевич, покинул пост. И будут выборы, которые состоятся 10-го сентября этого года. Он раньше срока покинул? Да, он ушел раньше срока. Ну, я это не могу сказать. В чем причина. Тяжелый босс оказался? Наверное. Француз-то покинул, покинул Генедитта и брали. Наоборот. Генедитта и брали. Вот на сегодняшний день у нас, получается, две кандидатуры. То есть, получается, вот я подал на главу Корчинского сельского совета от партии «Единая Россия». И у нас еще один претендент, но я думаю, что Марина Ивановна потом попозже скажет, кто зарегистрировался. В общем, что хочу сказать. На сегодняшний день, вы все знаете, что положение очень тяжелое в администрации, в бюджете, что в районном, что в местном денег категорически не хватает и денег нет. Поэтому моя программка будет, как бы, очень маленькая. Обещаний никаких я давать не собираюсь, потому что вы все прекрасно знаете, что если давать какие-то обещания, нужно их выполнять по мере того, что любые обещания выполняются с поступлением денег. То есть, самое главное, что касается Корчинской администрации, допустим, все знаете, что Ермачиха объединение было два с половиной года назад, что к нам относится, и в том числе и Потеряевка. Ну, первый вопрос состоит в том, что нужно, конечно, заниматься, первое, это благоустройством села, потому что на сегодняшний день, вы бываете в Корчино, я думаю, видите, село практически, ну, заросло. Ну, страшно, страшно смотреть. Точно так же и в Ермачихе вот сегодня был там до обеда. Все эти свалки, памятники, соответственно, в надлежащем виде нужно сохранять. Кладбище нужно уделять очень огромное внимание, точно так же по благоустройству. Ну, что касается вашего села Потеряевки, я просто приехал в плане того, чтобы хотя бы вы немножко знали, кто туда идет, как, зачем туда идет на этот пост. И хотелось бы, конечно, услышать от вас, какие у вас проблемы. Потому что все прекрасно понимаем, что когда в одном селе живут и человек находится, он больше знает всех этих проблем. Вы немножко, как бы, удалены от Корчино, поэтому не такой возможности каждый день, допустим, не позволяет такая возможность приезжать. Поэтому просто напросто я хотел бы просто пообщаться, узнать, какие у вас проблемы в дальнейшем. и, соответственно, если, конечно, меня выберут, то будем как-то работать и будем находить общий язык. И я думаю, что по мере возможностей, что в моих силах, в дальнейшем, конечно, будем в чем-то помогать. Проблемы? Нет проблем. Есть просто такие неустройства. Главное у нас что? Вот мы уже двадцать шестой год здесь живем. От бывшей деревни потеряющей сохранились только были стены вот эти разобранные, стены были, клубы. Больше ничего не было. Мы начинали все смотреть. Помощь была очень хорошая. Нам никто не помешал за это время. Не мешали, как мы строили. Никто не мешал. Помощи для нас у никакой не было. Никогда. Школа самое трудное, нам было даже легче было зарегистрировать в поселок, не жили в школу, чтобы у нас была школа нормальная, общеобразовательная. Две сессии депутатов собирались в Мамонтово, решали разрешить нашим ученикам учиться или нет. Наконец разрешили, но нас обманули просто. Сказали, что вы как филиал Корченской школы. Ну, мы учимся сколько уже? Двадцать лет у нас как, да? Двадцать лет ровно. Двадцать лет как. Сколько у нас было выпусков девятого класса. Наши ученики там уже есть и которые работают врачами. Закончили там и политехнический институт. Закончили другие. То есть в этом году было три человека, выпуск девятого класса. Теперь они идут в десятый, одиннадцатый в город. Легче. Свои живут там деды. Вот. В этом году оказалось так, что нам сказали, что у нас остается три ученика. Нет вам ничего. Значит, нанимаете или сами обучаете детей. Семейное обучение. Семейное обучение. Значит, семьи обучаете. А как обучать? Если сегодня, как поёт Пугачёва, что первый класс хуже института. Да? Да. А родители, если только восемь классов закончили, а ребёнок, говорит, восьмой класс. А он восемь классов родители-то закончил ещё двадцать пять лет назад. Что? Он там задачки на первый класс не решат сегодня уже, да? Обучайте, говорит, дома. А в этом году у нас было три выпуска девятый класс. Наши все красные аттестаты получили. Экзаменты не у нас сдавали, а у мамы тоже сдавали. То есть, о чём говорили? Угу. Обучение нормально получили. У нас три учителя было. Вот Елена Анатольевна, она учитель высшей категории. И два учителя первой категории. В этом году нам отменили, значит. Предупредили, вас не будет ничего. Ну, мы написали прошение, поехали. Я поехал в город, в Министерство по образованию и науке. Сейчас называется тогда не комитет, а Министерство. Ну, вот к министру к самому не попал, заместитель. Там принял, оставил прошение. Давай смотреть. Говорит, филиалы у нас. Тарасов? Филиала нет. У нас, говорит, только на Мамонтово-Скарайоне два филиала. Где-то Островное и ещё. Как так? Я говорю, мы думали, что мы филиал. Нам всегда говорили филиал. Наши учителя в школе, в штате Корченской школе, кстати. Нету нигде, говорит, в Потеряевской школе вашей нет нигде. Будем разбирать. Ну, вот сейчас разбираюсь. Что? Понимаете, что? А это, скажем, это самый такой удар, скажем, это не только в спину, говорит, а и в спину, и под сердцем. То есть, нет школы, так сказать, нет школы, нет посёлок. Когда деревню разрушали, так, в 70-е годы, первым делом, что делали? Закрывали школу. Я когда приехал, это 93-й год был, я был на Урывках. Там у нас живёт деревенский чаштабиток Геннадий Павлович. Он как председателем там был. Вот у него зашёл, сидит маленькая какая-то старушка такая, сухонькая маленькая у него в гостях. Ну, я подумал, что ихняя какая. А он потом говорит таким тихо, а ты что, не узнаёшь что? Я когда подумал, так это ж Ульяна Ивановна, учительница Потеряевская, которая учила меня в первом классе ещё. Вот. Ну и дальше, я говорю, давай я смотрю, Ульяна Ивановна, а как это было, когда вот школу-то как? Да как, говорит, было? Мы готовимся, говорит, всё, приготовились от школы, занятия. Идёт уже через неделю, 1 сентября. Нам объявляют, школа в Потеряевке не будет. Меня, говорит, переводят библиотекарем, там в это, в Корчино. Всё. Люди, у кого дети, стали уезжать. Ну, а дальше, больше, дальше стали убирать коровники, свинарники, там кони ферма. Здесь же был, Сафоска, у нас были даже племенных лошадей выращивали. Для армии лошадей выращивали. Была овцеферма, 2 пасеки было, по 150 улей. Молочно-товарная эта ферма, свиноферма была. Вот. Две отары по тысяче, примерно, голову, даже больше, наверное, было. Овец. То есть, всё это, ну и всё, люди разъехали. Первым делали школу. Школы нет? Нет. Как-то на сессии депутатов Краевого совета выступает депутат Данилова. Такая есть. И она там сказала так, что в деревне, говорит, школа это как градообразующее предприятие. И если, говорит, сегодня мы не заводимся о том, чтобы были деревни, вот, и наши дети получали образование здесь жили, то, говорит, пройдёт время, когда это место будет пустое. Но на это, говорит, придут другие люди. Придут со своей, говорит, культурой, со своей верой, со своими знаниями, всё, то есть. А он прямо говорит, что, ну, кто китайский займёт, если нет сегодня. А просто развал везде, ну, ну, что делать? А мы там всё равно, мы говорим, даже если это не будет, мы будем, учить будем. Мы как-то будем так, мы уже говорили, что будем, кто петуха, кто барана, кто поросёнка, но учителей содержать будем. Ну, вот сейчас разбираются, пока ответа не получат. Вот это самое такое, ну, терпещущее просто для нас сегодня. Больше нет ничего. Остальное отправляем. Дороги мы потихоньку, плотины сделали, вы проезжали через плотины здесь? Ну, так, мы видели плотины, что это, слышали, что... Да вот, вот прямо здесь можно сейчас через плотины проехать. Будете, когда первый мостик? Нет, нет. Там бы как бы вода, это не бойся, там мы сделали камнями, всё бы специально, вода пробегала поверх, а там твёрдо. Примерно, вот так воды будет? Можете вы сейчас проехать через первый мостик прямо? Ну, нет, нет. Нет, это вот, прямо выехали. Вы сейчас вот налево сразу поворачивайте, вот налево, и прямо проехали. Вот, только отпустились вниз за этим деревом, поворот. Это мы делаем, по деревне мы делаем, это всё мы потихоньку где-то собираем, кто-то где-то поможет. Вот, где-то что-то там... Вот это щебень на дороге, вот, только один щебень, 232 тысячи отдали. Не подступиться. Речь идёт о миллионах. Поэтому, вот на это, как-то будет это, вот это, можете вы где-то хотя бы, как говорится, слово замолнить. А остальное, всё, никаких у нас ничего нет. Батюшка хотел обратиться к кому там делают? Представитель президента, сказали, не надо пока? Нет, там, в этой, есть там, на Лезинском проспекте приёмная Медведева. Председатель единой партии России. Мы здесь было, я один раз туда обращался, когда у нас, года три назад, отменили остановку поезда. Я сразу в отделение дороги, в дирекцию пассажирской перевозки и зашёл туда. И как раз попал, был депутат с Москвы. Я принял меня, поговорили хорошо, мы часа полтора, он так всё расспросил. Ну и всё, только два раза поезд не остановился. Обратно установили и пока всё нормально. А вокзал, что был, мы 18 лет его арендовали, то есть, ну, безвозмездно арендовали. У нас был там зал, мы приходили там, приходим, вокзала нет. Куча кирпича лежит, а вокзала нет. Послали разбирать. Они ошиблись пьяные и разломали этот дом. Они и тот, и этот сломали. Ну, вот сейчас вот ходатайцы, мы это поняли. Но они сейчас дали, написали письмо нам, что к первому сентября будет простойная платформа и какой-то там... Ну, привезли этот... Грибок. Грибок там поставили сейчас какая-то. Как в городе, я стану. Как в городе. На Сенегидравской там где-то допустим. Ну вот, но обещай что-то сделать. Вот это так вот это делается. А так всё нормально. У нас в субботу, в воскресенье, все собираемся в храм на молитву. Помолились. В воскресенье занятия по Слову Божию по этому. А потом то рыбу ловить, то там по ягодам или что там. Кто куда-то на солёное озеро собирается съездить, посолиться немножко. Ну, так вот. Ну, хорошо. У вас услышали что-то. Ну, за что бы слово замолвить бы. Хорошо, я понял. На чём экономить? На школе экономить. Ну... Были всегда... Там на полставки сколько... По-моему, сколько платили у нас этому... Технически было, что и ставки. Четверть ставки. Четверть ставки. В прошлом году? Убрали. Сэкономить надо. Ну, четверть ставки. Это сколько там? А ставка сколько там? Ну, там рублей 200, может быть 300. А миллиардеры? В России. Нигде так много нету, как в России. На душераселение. Говорят, была бы дорога, мы бы вас возили детей и детей, и учителей бы туда. Но дорога... У нас не Европа, а Россия. Мы живём в России. Понимаете? Ну, не надо говорить. Я видел, был в Германии, видел, что стоит там фермерское хозяйство где-то там от трассы полтора километра. До этой, асфальтированная дорожка сделана для шелкмашины, проходили. А у нас в чём? Мы в России живём. У нас, видите, там зарослили в Порщине, заросшие всё. А я был в Белоруссии, знаете, всю Белоруссию проехал в деревню. Там нигде вот такое, что возле его ограды вот так вот корпива росла. Всё пострижено, все в сахетнике ровненькие, как вот у меня в сахетнике такого тоже. Всё ровненько стоят. Понимаете? За этим следят там вот, значит. На это обращают внимание. А у нас только бы как бы, ну ладно, выжить, только бы выжить. Ни одного нет развивального коровника. А в Порщине, ну в 91-м году я приехал. Какая была коровника? И там было и помещение для отдыха доярых, как красный уголок там был это. Была у них там как кухня была даже, да? Обеды там всё это. А сейчас всё, разби. Как будто бы прошла там атомная война какая-то. Ну вот это самое для нас сегодня такое, самое нужда, чтобы сохранить нам школу. В этом году, да, три. Но на следующий год у нас уже первый класс, ещё один идёт первый класс ученик будет. А там уже ещё подрастают. У нас один год было 25 учеников. Один год 25 было учеников. Но потом уже подросли, кто выучили. Некоторые уехали. Одна семья уехала в Грецию. Вот они переехали на другое место жительства. Вот там по обстоятельствам. В том вы уже. Выросли уже. На школе никогда не сэкономишь. Это проиграем всё. Сегодня слышал я по радио, говорят там на востоке дают один гектар земли. Возмездно каждому. Кто желает на востоке получить там? Там на востоке получать, а здесь земли сколько заросли. У нас под деревню 174 гектара. Это территория деревни. Это карта. У нас ещё сколько мы заняли, только у нас ещё там 100 гектар, считай, можно селиться. Интересно, план я добивался, чтобы официальный план сделать. Утвердили в районном отделе. Отпустили деньги. А перейти на Диповскую. Там рядом совсем. Ходил, ходил. И деньги исчезли. Я говорю, я бы в кармане донёс. Тут рядом. Приди всего один квартал, и деньги исчезли. При ней искали, искали. На второй год так и не нашли. Архитектор уже начали составлять всё. Кладбище, где школа. Нигде денег нет, всё прекратилось. Как так? То есть, когда будет из-за границы, то понятно, на берегу. А вот эта система. Мы здесь как. Прям совсем рядом. Ходил, сидел, сидел. Броски. Где эти? Ручки в этой чертежине никто делать не будет. Школа. Одно слово только. Без школы плохо. Потому что за годы перестройки исчезло в Алтайском крае более четырёхсот сил. Более четырёхсот. А всего более двадцать одной тысячи. Это же понятно, что идёт разрушение страны. Батюшка сколько перечислил? Так это у нас кого-то? Двести шестьдесят девять человек всего было по Теревке. Проект сделали на семьсот человек через два года. А через два года деревня исчезла. Сейчас узнают там Залестка, и профессор, кто у Крункиния. Всё понятно. Это же умышленно всё делается. В Америке сажают риск маленьким участком национальной независимости. Сейчас только перекроют границы есть-то нечего будет. Сегодня криком кричат, да как так? Нет национального запаса, ну как раньше было, неприкосновенно. А всё оттуда, буша, ножки. Когда своё-то хозяйство у каждого, это же неплохо. Неплохо. Сейчас он идёт, свиная чума какая-то. Вот, кстати, слово может быть предоставим ещё, Марина Ивановна? Да, да, да. Нас в пятницу собирали в Мамонтово в районе, что идёт африканская чума свиней. Она уже примерно в двухсот километрах от Алтайского края. Это заболевание очень страшное. Если заболеет даже хоть одна свинья, идёт до уничтожения всего поголовья, сжигания всех хозпостроек. на людей оно никак не влияет. Единственное, это очень страшно для поголовья свиней. Как она передаётся? Передаётся через корм, через птицу, то есть, вот, голуби летают, птица разносит, грызуны. как относятся? Страшно. Так, а что будет? Вакцинация? Да. Вот и мы собираем вот этот список, что они будут вакцинацию проводить. Я отправлю его на этой неделе. Там всё посмотрят. Будем приедут и будут всем здравить. Да. Вот им и надо, что возраст какой, всё это. И для чего этот список создаётся? Если, не дай бог, что-то будет, если по хозяйственной книге, то есть, ничего нет, то компенсации никакой не будет. Вот. Из-за чего я и просила вас список предоставить. А второй кандидат? А? Второй кандидат. Второй кандидат это Батюченко Оксана Анатольевна. депутат Корченского сельсовета. Домохозяйка. Это Батюченко не Александр? Нет. Это Сноха. Домохозяйка она пока. Она где-то работала раньше? На почте маленько работала. Сейчас домохозяйка. Домохозяйка. А вы почему? Нет. Сюда. Нет. Мне пока на этом месте хорошо. Всё равно вы изнутри знаете все эти вопросы. А домохозяйка что знает? Сидит. Дома. Мальчик говорит папе папа что такое слово мужчина? Он говорит мужчина ну это вот здоровый защитник то есть добытчик. Ура! Здорово! Я буду мужчиной похожим как мама. Вот тебе и домохозяйка. А я на эти вещи смотрю так, что прежде чем руководить надо иметь порядок в доме. У нас перед этим как-то может лет десять назад дама одна там тоже выставляла кандидатуру. Она сына нормально не могла воспитать. Я бралась за эту работу. Недалеко ушла и Оксана. Вот и всё. Ну ладно. Человек работает. Выбор. Выбор. Выбор каждого. Каждый сам знает. Я просто... Выбор каждого. Что-то мало кандидатов-то. Не хотят? Конечно. Почему-то не ожидали, что вот так вот. Что всего два кандидата. Уже поздно. Всё. А почему бы? Почему бы нет? Нет. А вот так можно в следующий раз? Ну а как? Конечно можно. Да? Конечно можно. Валя, там всё равно денег нету. Не надо. Там пустой кошелёк. Вот и всё упирается в деньги. Есть деньги, можно что-то сделать. Денег нету, ничего не сделаешь. Поэтому я и говорю, что вот эти обещания, они... Видишь, потерять и нам нельзя. Если нам где-то мы делаем, так вот, ага, мы сделали дорогу. А это сразу значит, ага, потеряевку весь бюджет, значит. Потеряевки делают, а в Корчене нет ничего. А ещё и армачиха. Да, ещё и армачиха. Я думаю, что как в этом году, наверное, Марина Ивановна была зима, и как-то чистили дороги, и какие деньги там потратили. Я думаю, что нам... Дороги-то чистили только по Корчене. Корчене, армачиха. Ну ага. А раз мы-то относили советы, мы будем, давайте, к нам дорогу чистить. Тогда вообще... Когда мы просили, чтобы зарегистрировать посёлок, будем здесь жить, были очень против. Против был Анатолий Сергеевич. Вот. Против был Сильного. Директор Мануилов. Но... Собралась в Корчене... Это в октябре месяце сессия за депутатом. Пригласили меня. Вот. Но выступил он первый и говорит, что если мы разрешим потеряевки, то весь бюджет в Корчене уйдёт на потеряевку. О каком бюджете речь эта шла? Не знаю. Ну ладно, всё успоко... Нет и нет. Значит, все проголосовали против, чтобы не разрешать нам здесь. Говорили так, что даже если будете, то мы бульдозером развалим вас там. Мы устраивали даже дежурство. Малыш, пошлёт какого пьяного там этого... Ну это... Какие годы были? 91-й. 91-й год. Ну, собрались. Я в декабрь месяце поехал в Москву. Написали заявление, составили, отношения там, всё. Поехал. Там депутат был у нас. В депутатах ходил знакомый один священник был. Я с ним, он меня пропуск выписал в Думу. И меня в Думу провёл. И по комитетам там. Ну и всё. Все удивили. А почему не разрешают? Ну не разрешают и всё. Земля-то там кто знает? Да никто. Земля пустырь. Никто нет. Всё заросшее было. Ну ладно. Ну и вот потом уже вновь сессия собирается. Это где-то в феврале месяце. Сомнение депутатов изменилось. И в марте месяце мы получаем уже бумагу за подписью Сурикова. Он тогда был как председатель краисполкома. Тогда ещё не губерния. Восстановить посёлок Пастеряевка. И дальше с соответствующим комитетом произвести соответствующие мероприятия. Но никакие комитеты ничего не проводили. По линии это всё мы электричество сами делали. Сами столбы добывали. Сами провода добывали. Нам только вот там сколько? Четыре столба, пять столбов поставили к первому дому. От КТП там где это стоит. И обслуживаете вы всё сами, да? Да, 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 да. Обслуживаете сами. Ну вот там они до трансформатора приезжают, они обслуживают линию, которая её скотчивает. А это мы всё сами. Вот провода где это всё сами делали. Буря была, всё тут порвалось. Порвалось, сами мы всё это делали. Они говорят, там у нас самой линии вашей нету. Вот это тоже нету линии. Ну как-то надо её... Уже если село есть всё равно что-то, уже должно быть немножко как-то на нас какое-то там внимание обращать. Хоть чуть-чуть. Всё сами, всё сами. Ну видишь, когда мы просили, чтобы нам разрешили даже школу, то говорили, у нас нет ничего. Я говорю, мы сделаем всё сами. Сделаем сами. Вы будете просить. Но я так сказал, не будем просить. Мы не просили ничего. Сами сделали школу. Были школы? Были, были. Сами сделали. Половина храм, половина школы. Всё. Сами сделали. Тут нынче, когда ваш друг скорчено на тракторе, этот кошмар передавил бы всех. Поваляев. Поваляев. Ужас. Как он знал? Как он летел в ночь от дороги, и сам из кабины вылетел через дверку. Вылетел, ага. Там куча песка лежит. Он на эту кучу песка, трактор вот так. Как он не вылетел? Кошмар. Кошмар. Это ужас. Я думала, он не доживёт. Нет, говорит, в первом лагу застрял и всю ночь комаров кормил и живой остался. А так вам день по Моринскому или в Андреевском районе? Всё засняли, в интернете стоит. А он оснёлся, с кем-то разговаривает с женой. Да, Потеряевка, да. Попы меня задержали, тут бьют, не отпускают. А люди стоят вокруг. А отсюда поехалась, она застряла. Утром мы вытаскивали в лагу. А что делал? Приезжал мать поправлять на кладбище. Поминали. Не было бутилкой. Поминул вы. Бутилкой водки он, говорит, поехал, купил и пиво там. Один бутилкой водки достал. Какой он был. Можно представить. Так, ну и что? Ещё что? Ну вот. Мне бы, конечно, хотелось вот именно услышать от вас, какие у вас проблемы и, может быть, какие-то пожелания, что вот именно я понял, что пошло это. Ну, только это. Что школа была, чтобы так и осталось. Ничего нового не надо. Не трогай, когда? Чтобы не мешали. Потому что новые люди с детьми приезжают, а узнают, что школы не будет, и поворачивают, а ну что делают тут? Школа. Это основа основ, как раньше храм Божий. Меня там в этом справит, в министерстве вот этого образования. А как у вас? Вы чему их учите? Да как чему? Обыкновенно. Программа какая в школе? А вот вы религиозно. Религиозно у нас в школе не преподается. Религиозно это у нас воскресенье. В праме, как говорится. Занятия проводим. Это только воскресенье. Это отдельно. У нас хорошее музыкальное образование. У нас Людмила Анатольевна хорошее дает. Начальное музыкальное образование очень хорошее. Где потом они поступают. Даже те уже специалисты там говорят, а где вы такое? Хорошее образование получите. Начальное музыкальное. Ну что? Ну вот как бы и все. Я думаю, что не будем его задерживать, конечно, что вас отработать, отвлекать. Поэтому 10 сентября приходите на выборы, сделайте свой выбор. Спасибо за внимание. Одна всего доброго. Уделили мне время. До свидания. До свидания. До свидания. Здесь огромный наш сайт. Это огромный сайт. Огромный. Просто огромный. Тут 50 века, где мы насчитаны. Архипелага, ГУЛАГ, БИБЛИЯ. Представьте, 7800 роликов. Это и школа, и лагери. Ну все абсолютно. С того времени, как Потерявка начала строиться. И даже есть записи 30-40 летней давности. У меня брат в Москве жил. Он приезжал с таким аппаратом. Лентой узкой такая была. Каждый день мы выставляем около 10 роликов. Работаем как. Людям интересно. Начинают пытаться восстановить какой-то поселок, а ничего не получается. Как вы это делали? А мы конкретно показываем. Вот приехали люди. Вот такие наши отношения. Приезжал начальник уголовного розыска уже 4 раза сюда. Все. Какие отношения? Отношения к администрации. А некогда. Я говорю, вот нанял трактор. Бульдозер. Вот нынче нанял. Сколько дней поработал. 153 тысячи отдай. Вот они довезли его. Ссадили 21 тысячу в руки. Нам никто денег не дает. Здесь работает. Мы ставим вот сюда в 4,40. В выходной или не выходной. И вот сегодня мы работаем и вчера и позавчера. Только суббота после обеда и воскресенья мы идем к храму. А то говорят денег в бюджете нет. А откуда они будут? Потребление есть, а поступления нет. Вот он продает горох. Свой горох продает. Это школьник. Школьник. Он закончил тоже. У него 9 классов. Сейчас с красными. Как называют. Он любую технику вводит. И на комбайне, и с отцом. Раньше так и было. Это его техника Игорева. А ничего нет. Вы знаете, подстепный Женя Долгого. Слышали? У него 7600 гектаров. Повыобразите. А начинал с 40 гектаров. Он приезжает иногда еще посоветует. Грегер надо бесплатно дать. Сейчас мы завезли песку. Вот 12 тысяч отдали. Два КАМАЗа свалили только где-то. 36 тысяч. А мне придется отдавать. Каждый КАМАЗ 18 тысяч. И ниоткуда ничего нету. Ну а сидели бы ничего не делали, но ничего бы и не было. А тут и, видите, и выход в интернет, и международная связь. Поселение, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Это же находка для любого. Какие люди. Врач. Ее дочь закончила. Они сейчас свадьбу сыграли. А он научный сотрудник. Работает в Томском институте. Сын сегодня за трактором. Где-то он закончил Алтайский технический университет. Мы не подпольные там, пензенские где-то. Здесь все есть. Но жить так, как сегодня, дай, дай. А ничего не дать так никогда не жили. Люди думали, чтобы мне было хорошо. Да и другому. Дай Бог подняться. У него в прошлом году 36 голов крупного рогатого скота. Земля. Я не знаю, у него 200 с чем-то гектар. Игорь. Там старенькие эти разные комбайны-то. Мне говорят, тут был бы я миллиардером. Что бы сделать? Первым делом Игорь купил самый современный комбайн в Палесте. Какой-нибудь. Это труженики. Он тоже с университетом пришел. Ну а как иначе жить-то? Это наша земля. Наша. У меня отец инвалид войны. Три дяди все на фронте артиллеристами погибли. Нам какую землю надо? Мы что, в Америку поедем, как некоторые? Я в Америке ездил много. У нас листья была. У меня 38 книг вышел из печати. Здесь они есть. Мы проехали до Дальнего Востока. В 600 городов посетили. В каждой я дарил свои книги. Все книги 750 евро комплект. В 600 городов. Умножить на 600. Да переведите на 70. И дошли мы до Лиссабона в Португалию. Прошли в Скандинавию и Прибалтику. Во все библиотеки мира я подарил свои книги. Это не просто книги. Это книги, которые человеку дают истинное направление. Там тысячи ответов. Я в пяти университетах вел занятия. Три радиопрограммы регулярно вел. И мне поступали вопросы. Я их сразу отвечал. А там они расширенные. Их книги все в интернете. Хорошо, я зайду. Конечно, на нас это обязательно посмотрите. Старщиков там бывает. Игорь Николаевич. Вам интересно это будет? Потому что, вот сейчас говорят, там, ну, птиц, вот что там. Это афера придумана искусственно. Вот бешенство коров. От стрелы. Речь шла о миллионах голов. А сейчас, оказывается, лоббировали интересы в международном масштабе. Уничтожили, чтобы рынок открылся для Англии или для Америки. А ни у кого ничего нет. На Алтае провели эксперимент найти птичий гриб. Через уток. Стреляли, стреляли. 400 охотников выделили. И ни одной не нашли. Нету, это обман. А мы, конечно, найдутся люди, поддерживать будут. Так вы тоже всему-то не доверяйтесь. Вы слышали, вот увидели, видели, живут. И ничего не просят, что школа. Ну, это... Ну, потребность это. Потребность. Как говорил Ленин, учиться, учиться, учиться. А как учиться, школа нет. Да. А мы будем иничать, давай. Продолжение благословит вас. У вас, наверное, крестик на шею больше. Да, сохранит вас, Господь. Спасибо. Поезжайте. До свидания. Я спрошу, а у вас интернет есть? Да. Интернет. Я вам можете подарить. Здесь у нас огромный ресурс. 7800 роликов. Пожалуйста. С Богом. Если вам вкорщина надо... Сейчас только зайдите влево. Сейчас. Нам объяснили. Вот. Вот. Прямо на горку поднялись, вон, где деревья растут. И сразу вкорщины. 15 километров. Мы только установили сейчас. Подняли к Латину. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Правые две танки. Субтитры создавал DimaTorzak. Продолжение следует...